Друзья, всем привет! Меня взяли в плен и без моего согласия селом доставили в Шиес. Я чуть попозже расскажу как это произошло. Значит, люди в масках, они уже маски сняли, сейчас сидят за столом, притворяются нормальными, адекватными защитниками Шиеса, но они были в масках, все меня в поезде руки заломали, привели сюда в Шиес. А привели зачем? Привели на расстрел к нашей главномокомандующей Шиесскими невооруженными силами Шикаловой Анне Семеновне. Анна Семеновна очень злая на меня и сказала, будет меня кончать сегодня. Так что мне пришлось включить видеокамеру, чтобы, чтобы зрители, я надеюсь при свидетелях, она не будет со мной сегодня кончать. Я что-то опять не так сказал, да? Чего я опять не так сказал? Я опять что-то не то спорозил, да, получается? Главное, что все поняли, что она еще ремень взяла, я же сказал, она собирается меня кончить сегодня. У нас тут осознатор забыл? Вот я и говорю, расскажи, в чем я провинился, почему ты хочешь меня грохнуть? Нет, я тебя не грохну. Я уже боюсь подходить-то. У тебя есть деньги? Нет у меня денег, спросила у больного здоровья. Если у нас мочугаются. Я не мочугаюсь. Бывает. Нет. Бывает. Я только на три буквы посылаю и все. Вот. Это, это доброе пожелание. Сто рублей. А я уже не послал никого. Ну пока еще не послал, а у тебя что? Я домой приеду и наговорю. Неделька будет тут. За недельку ты можешь махнуться. Это как называется штука? Осознатор. А что он делает? Это Сергей вот так решил, а то нет денег уже, да, Сереж? Да, да. А, значит, с селом принуждают вносить деньги в кассу? Нет. Наоборот осознатор. Добровольно принудительные. Добровольно его снимают оттуда и дает товарищу. Вот я натворил то-то, то-то. На, отпусти мне. Да, Стас? Грехи мои. А бывает они просто сами сядут. Дима у нас был из Перми. Он просто сам себя матюгнется, берет сразу, набьет себя, повесит. Зато он все деньги... Во-первых, он... А, я понял, я стоял. Он первоначально все деньги оставил в копилке. По 100 рублей-то каждый день. Какой каждый день? Каждый час. А потом уже... А потом говорит, может, я все-таки матюгаться-то не буду? Дима, привет. Я понял, то есть это кто матюгается, тот вложит деньги в кассу сначала за каждый матюк. Когда деньги заканчиваются, уже начинает его ремнем хлестать, да? Или он сам себя... Не только матюгали, не только матюгаешься, а там, ну, подумать, что, блин, что-то я не так сделал. Это не для всех, короче, ну, там... Ну, не то, что не для всех, а... Это ощущение, что... Типа, сделал что-то не так, и сам это осознаешь. А-а-а. И чтобы закрепить, берешь и закрепляешь. Закрепляешь методом поркать, да? Не под теми. Не под теми. Мы что-то не под теми, что кто моему. От семи кошмар. Не под теми еще раз налить. Пироги. Кто это делает? Это с утра стоит. Кто это попеет? А я такое не пью в пакетиках. Кто пьет в пакетах? Кто пьет? Что ж это короткий? Так. Я не пью в пакетах. Пакетированные. Пакетированные. Понимаешь, сгущенки надо. Так, это что сейчас происходит-то? Расскажите, поясните. Это пироги. Сегодня День Ангела. А при чем тут пироги? Кошмар отправили, значит, у нас праздник. Ага. А что за День Ангела такой? Я не слышал. Первый раз слышал такое. Сегодня Ан-праздник. А Ан-праздник. Именин. Меня уже поздравили утром. Ангел тут при чем? Ну, какой-то ангел там летает. Ахахахахахаха. Понятно. Короче, именин. Ну, не знаю. Ну, короче, мы просто поросили хлеба. А привези пироги. А что и отправили пироги? Это праздник. А у нас сегодня праздник. О, точно. Точно придумала. Потому что нет, не придумала. Сегодня 16 ноября. Год назад к нам приехал человечище с большой буквы Сережка Медведь. У него сегодня год, как он на шисть. И он не сдается и идет дальше. Сережа, поверните лицо, пожалуйста. Год безвылазно? Нет. Или год календарный? Год конкретно, как ступила нога на шисть. Я не знаю, сколько раз я здесь был, но по-моему, предоставить. Он уже запутался. Ну, уже генерала можно присваивать, да? Нет, нет, нет. Нет еще? Вот, у нас есть генераль, все, все. А, генераль. Не надо. А то попробуй-ка подсиди, да? Подсиди, потом все, сразу здоровья лишишься. Вот там все. Все лавры туда. Не надо так говорить. Чего? Ну, вот, короче, шутите, Маня, мы уже шутим. Что вот такой человечище с нами, понимаешь? И он не отступает, но он с нами и вперед, и вперед, и вперед. Да-да-да. Ладно, друзья, все это, конечно же, шутки. Насчет генерала была правда. А мы сейчас будем кушать, так что кто с нами будет. Приятного всем аппетита. Завтракайте, обедайте или ужинайте. Так, Аня, чем кормить-то будешь? Не, шутка. Посмотри. Хрустенький. Это из чего он сделан? Это из курицы. Мясо какое-то не куриное. Не-не, мясо отличное. Очень долго варилось. Очень долго, но оно... Какая курица? Настоящая курица. Какая курица? А, ты же защитница природы. Надо из щавеля делать, из крапивы делать. Вот, пожалуйста, если хочешь. Нет, я только из курицы ем. Не из курицы. Я из свинины, из курицы. Смотри, есть борщ без курицы. Нет, я только мясо ем. Хочешь перловку? Я плохой защитник природы. Смотри, это ужин. А это что такое? Перловка. Ух ты, что-то она какая-то коричневая. Ну, это так надо. Попробуешь? Ладно, все, мы начинаем туда, да? Приступаем. Давай. Давай идем побольше тарелку. Не, мне поменьше тарелку. Вот, это самая маленькая, да? Меньше-то есть еще? Самая нормальная, давай. Вот такая еще есть тарелочка поменьше. Я поеду там пойдем. Я же в поезде ехал, кушал. Ну так суп-то не кушал. Я пирожок съел. Вон, с этой лапкой там. Подожди, 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 надо же объяснить, что происходит. Сейчас объясню, что происходит. Друзья, мы еще даже не успели покушать. Еще полный рот пирогов. Пьем чай, кушаем пироги. Вот произошла такая интересная ситуация. Андрей прочитал анекдот. Он еще не прочитал. А, Андрей нашел анекдот, вернее. И считает сколько. Но как вы знаете, у нас каждый матюг стоит 100 рублей. В анекдоте сколько матюгов насчитал? На 300 рублей. Анекдот на 300 рублей, читай. Он спросил разрешение, во-первых, сначала. Читай. Анекдот про школьное патриотическое воспитание. Приходит как-то ветеран в класс. И начинает рассказывать, повествовать. Иду как-то я по лесу, вдруг ху**. Справа немцы. Гляжу ху**, слева немцы. Учительница просто в шоке. Это же дети. Какие ху** дети. Фашисты. Пожалуйста, копилочку отдайте. Не плачь. Смех сквозь слезы. Прочитал анекдот, попал на 300 рублей, да? Копилка, копилка, копилка. Андрюш, ты в отпуске сколько там у тебя? Много? Нормально. Отпустные ты получил, все хорошо. Это копилка на бензин. Так что приезжайте в ШИИС читать матерные анекдоты. А! Что? Ну, что ты тоже раньше не сказала. Ладно, я там закрашу. Да. Это вот с этой стороны, пожалуйста. Снимай копилку. Так. Так что, друзья, приезжайте в ШИИС читать анекдоты. Желательно заранее приготовьте более матерные. Чтоб на бензин на собирать. Так? Или не так? Или я ошибаюсь? Да, нам на бензин надо сейчас. Зима. Приходится больше. Работать генератором. Подожди, я же кушаю. Хватит жрать на шею. Это тебе. Ты запитайся. Ты посмотри на меня. Мясо он уже не ест. Заметь. Бьет один чай. Он наказан. Я сам себя. Заматюги. Нет, я сам себя наказываю. Тут у каждого свое наказание. На исправительных работах сейчас. На исправительном воспитании находится, да, вернее? А кто-то на гору ночью ходит. За батюги. Нифига. Ой! Я очень хочу тебя отмепить. Начинается. Дай ты хоть чай-то допить сначала. Потюхнись. А, и красознатую. За все то, что ты мне обещал. А что я обещал-то? А, у меня еще и бутгало в королевском. Посмотришь, как там плохо. Хорошо. Послушаешь, а не посмотришь. И послушаешь, они бегают везде. И печка не топится. Да, там мыши. Ты ребятам-то не рассказывать. Никто не приедет сюда, тогда узнают про мышей. Так только в королевском бутгало они ходят. Угу. Королевский бутгало. Королевский бутгало. Крепостные. Ладно, друзья, пьем чай. И будем что-нибудь дальше делать. Приятного пить ты еще раз. Сотый раз сказал. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПОПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А че, иди за стол-то, спрятался тут? Дни степмопрещикaju. Туда吧, Серега? Пошел. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОРОДНОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ХЛОМЩЕ браво браво ай молодец а вот такой ты не ел это сабрикос нормально продолжаю с остатком абрикоса говорит с экстрактом я вот хотел бы обратить внимание мне послушать с остатком абрикоса человек есть вредную пищу нормальную пищу почему ничего натурального нет нет я сказал качественно варишь но мне просто было лень там понимаешь если я схожу на кухню так у меня кранчик погас вот смотри я схожу на кухню а нет подожди нет не с тобой начал чтобы поесть качественную пищу вкусно мне нужно встать идти на кухню накладывать потом возвращаться сюда ну съесть то я ладно в любом случае всем но потом мыть надо после себя поэтому выбор попал на бич пакет правильно макару морковка с чесноком выли до смазки не так мыть то надо будет тарелку потом и что ай мне да клень мне вот а я это в мусорку да раз то я ах ты хитро поступаешь нет нет не так не так не правда а вранье вранье точно точно говорите только правду давайте прикрыть ну я пирожок себе тут оставлял оставлял это я себе оставлял приятного аппетита еще раз уже сотый наверно за этот вечер вкусняшка не очень прекрасный голос не это самое а я вам чего-то дам сейчас а вы угадайте что это это как дам закрытыми глазами что ли я сейчас вам как там вы угадаете кто это кушай ну не смотри а кушай я даже посмотрел мне то ничего не сказал ты скушай а потом подумай соси ждайся или гипнотизирую сейчас растет упал я не понял то яблоки соленые а ну дай я сейчас скажу что это а я уже понял что это не соленые надо смотреть надо кушать кушать надо все так и по-честному ну это же для компота что-то нет соси галлюциногенные грибы опять повторяю слова наслаждайся гипнотизируют вкусно тебе кислые вот еще зеленый помидор что ли сушеный да правильно обалдеть нифига себе вот это да подарок лаборатория просто-напросто подарок обалдеть я его даже не узнал чем горький что ли да кислый я понял привкус такой солноватый ну природная соль я сегодня позже опасный номер так начинай не буду первое слово грызи соси наслаждайся я не знаю что такое еще я не понял что такое не могу угадать никак мясорубка не могу узнать что такое не понимаю еще а я угадал это соленые и зеленые помидоры правильно ну я не знаю зеленые не зеленые это к нам сашулька приезжает и она все овощи сушит кабачки вот обалденные покажи там что есть тут сборная там нет наверно уже там только помидоры вот это я не знаю кабачки самые вкусные кабачки уже выели морковка очень вкусно вот это попробую одни уже не помидор что ли оба правой вкуснее да тоже из и пролетел просто помидоры все но это круто я скажу необычно необычно выслушать помидор это она была умудриться итак друзья доброе утро у нас время уже 11 часов мы успели подежурить выспаться и пришли чеку бахнуть а я я добрейшего учиться всем он сергей доброе утро выспался да выспался на посту ночью стоял слушай ань проснулся осенило я на косячем где здесь в лагере там на воле еще при заезде сюда долго ты думал доходит проснулся вспомнила это мне из этого надо осознатору подходить вот он носить о паньки евгению под друзья мои это действие осознатора сейчас покажем вам не 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 ко мне не надо у нас вот мама главное пусть мама осознатором занимается это чё ребята это действие осознатора вот как происходит то что мы говорили тут вчера то есть защитник шиза это чё реально стали было по-настоящему да ну я думал вы вчера шутили я думал это шутка я сам придумал название сам придумал как наказывать и показываю другим примером за матюк за какой-то за какой-то косяк это и происходит наказание ремнем или рублем или ремнем или на горе ночь я жалею на горе ночь слушая реально думал что то сутка вот это удар был серёга как ощущение отлично ты осознал свой проступок теперь не будешь так делать больше не буду вот это да добрый утром развивается взбодрился до сергей причем добровольно же пришел смотри я осознал свой косяк подошел вот хлопцы девочки мальчики наказывайте прям от крови обливается как же это сделать а еще сделал то что со всей силы до этого что получил дима из перми постоянно получал потом уже просто брал и себя бил так он вообще получается самый этот как там кто эти матюгальщик не не матюгальщик как там за любой косяк можешь сам поднять косяк это жаргона как же слово-то называется не косяк да ну я тогда создаваться не буду ничего я проходила мимо палатки кто-то матянулся во сне я вас не только могу на утро он пришел говорю иди ты ночью матюгал во сне иди бери подумай прежде чем засыпать с матюгами а если я пукну во сне нет а за это не получаю слава богу нормально нет я тогда ни в чем сознаваться не буду у меня слишком много грехов у меня потом я потом неделю сесть не смогу тогда я просто ночью прохожу палатки да слушай я думал это реально шутка оказывается нет да вот такие друзья интересные дела в творятся вшися непонятно и очень интересно даже да да в тихом мути черти водятся может быть он выбегает осознаться боится сейчас слишком много грехов вот я словом вспомнил грешник вот тот кто молчит не сознается значит тому сознаваться слишком там и ремень сломается замучаешься хлистать они же как дети все кажется большой дяденька ну вот зато повеселил настроение поднялся но сергей молодец прикольно получилось я не ожидал сейчас его фей придет подожди того вообще на круглосуточно круглосуточно хлистать надо его того воспитывать и перевоспитывать надо это сто процентов ладно друзья у нас продолжается веселое чипития в шиесе что время уже 11 11 утра дня сейчас пойдем прогуляемся и все вам покажем чопиком чопиков проверим еще да 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 считаем